Всем привет, это подкаст Даш, и сегодня у меня в гостях глава медицинского штаба футбольного клуба Рубин Михаил Бутовский. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. У зрителей в процессе наверняка возникнут вопросы, почему ничего нет про травмы Рубина. И я хотела бы сразу объясниться и перед зрителями, и, наверное, сказать вам. Я прочитала ваше интервью, и каждый раз я встречалась с одним и тем же. Очевидно, что вам неприятно говорить на тему травм, поскольку это врачебная тайна, это неэтично, поэтому решил этот момент сразу убрать. Вы рассказывали, что до того, как вы пришли в футбол, вы довольно долго работали в обычной больнице, и затем ваш друг Эдуард Безуглов пригласил вас поработать на чемпионате мира 2014. Вам тяжело было окунуться в новый профиль медицины? Ну, не то чтобы тяжело. Во-первых, это было немножко неожиданно. В то же время это было очень интересно. Да, это другая специфика, другая работа, другая специальность в рамках медицины. Да, мне потребовалось время, чтобы, во-первых, понять, как всё устроено, познакомиться с этой новой спецификой. А в чём были основные сложности? Организм обычного человека и организм спортсмена, они как-то сильно отличаются? Не сильно, но они отличаются. Ну, просто та специальность, которой я занимался до прихода в спортивную медицину, она немножко про другое. То есть, я был анестезиологом-реаниматологом, и я проводил большое количество времени в операционной, обеспечивая, ну, давайте скажем, обывательским языком наркоз. Как вы почувствовали себе это стремление, эти силы окунуться именно в спортивную медицину? Спортивный интерес? Я не назову это спортивным интересом, мне было просто интересно, да, и когда мой друг Эдуард Николаевич спросил, не хотел бы я ему помочь, ну, во-первых, я не мог подвести друга и сказать, что нет, не хочу, но, во-вторых, мне было правда очень интересно. Главное, без травм. Я сейчас на интервью. Вы давали клятву. Кстати, это очень интересный момент, вот всегда так говорят, но я должен сказать честно, я не давал клятву. Как так? В тот момент, когда у нас уже прошел выпускной в институте, выпускной прошел очень бурно, я просто-напросто проспал этот момент. Ну, я просто не смог приехать на клятву, потом приехал позже и забрал диплом. Это очень интересно, кстати. Не, ну, это говорит о том, что врачи тоже люди. Скажите, а цинично ли говорить, что такие трагичные явления, такие трагичные болезни, как, например, коронавирус, испанка, чума, они действительно забирают жизни людей, но в то же время двигают медицину и науку вперед. Ну, любые болезни могут забирать жизни, не только эти. Но чем больше болезней, чем больше, так скажем, смертей, тем больше мы узнаем об этом. Вы знаете, какой самый правильный диагноз? Кто ставит самый правильный диагноз? Ну, патологоанатом. Ну, вот... Как бы даже шутить не хочется. Ну, как бы не хочется, но это правда. Я помню в институте, в морге, была написана фраза, здесь мёртвые учат живых. Поэтому это всё по кругу. Это очень поэтично. Особенно для морга. Ну, да. И правдиво. А в футболе тоже так? С каждой новой травмой вы больше о ней узнаёте? Есть ли вообще травмы, о которых, например, вы знаете ещё не всё, и могут быть какие-то сюрпризы? Ну, вообще, в принципе, в медицине всё же поддаётся закону. Частое встречается часто, редкое встречается редко. Поэтому травмы... Понятно, что в футболе это контактный вид спорта, скоростно-силовой, где бьются взрослые мужики. Может быть, всё, что угодно. Любая травма может быть. Понятно, что они такие же люди, у них может быть любое заболевание, когда они вне поля, а находятся в тренировочном цикле. Поэтому у них может быть всё, что угодно. Также бывают онкологические заболевания. Также бывают какие-то хирургические вмешательства, не связанные с травмами, полученными во время занятий спортом. Поэтому спортсмены, они тоже... Как и врачи, тоже люди. В последнее время, мне кажется, стало какое-то аномально большое количество мышечных травм. Я подозреваю, что это связано в период пандемии, постпандемии, если можно так сказать, с тем, что матчи просто наползали друг на друга, игроки не успевали восстанавливаться, и травм стало больше. Но, с другой стороны, у меня есть статистики. Я не могу объективно об этом говорить. Это действительно так? Это как-то связано? Ну, это немножко не совсем так. Команда уровня Лиги чемпионов из 25 футболистов имеет право получить до 50 мышечных травм за сезон. То есть, это считается нормально. Поэтому мы анализировали, что касается нашей команды, то на сегодняшний день в нашей команде травм не больше. Чем в предыдущем сезоне. Самое главное – вписываться в этот лимит. Мне кажется, вообще, где лимит всегда плохо. Всё, что связано с ограничениями. Ну, где бы он ни был. Всё, что ограничивает, это же ограничивает. Даже по травмам. Ну, даже по травмам, да, потому что если их будет больше, значит, нужно проанализировать то, что ты делаешь. Значит, сделать какие-то выводы. Это же тоже интересно. Тут же взаимодействие двух лимитов. Лимит на травмы и лимит на игроков. Получается, если у нас лимит на, условно говоря, легионеров, и тут ещё и превышение количества травм, тут уже непонятно, кем играть бывает. Ну, бывают, да, ситуации, когда выпадает тот или иной игрок с травмой, и иногда приходится поступаться своей врачебной этикой. Где-то, если ты, конечно, понимаешь, что риск, он оправдан, и точно травма не усугубится, значит, приходится иногда с микропопреждениями футболистам играть. Это же вообще, мне кажется, нормальная история, когда игрок выходит, у него что-то болит. Ну, вообще в профессиональном спорте всегда что-то болит, потому что, ну, футбол – профессиональный спорт. Мы даже не будем говорить про футбол, а про просто профессиональных спортсменов. Это всегда пот, боль, кровь и слёзы. И это точно не про здоровье. Просто здесь ты выбираешь. То есть, это их работа. Они зарабатывают этим деньги для себя, для друзей, для семей, для родных. И как в любой работе, ты принимаешь правила игры, договариваешься. И второй момент – это бизнес. То есть, если это just for fun, ну, значит, надо играть со мной. А там ничего не будет болеть. Играть против толстого доктора в очках – ну, это тот ещё подвиг, и за это денег не дают. Ну, сколько профессиональных футболистов добирается вот до вот этого большого, красивого и нарядного? А сколько заканчивает карьеры? Мы всегда смотрим на Кришчана Роналду, поражаемся его мышцам и его красивой жизни. Но в то же время мы даже не можем представить, как ему, наверное, иногда бывает чисто по-человечески больно. Ну, чисто по-человечески больно, как ему психологически бывает тяжело. Ну, и потом давайте говорить, таких, как Кришчану Роналду, их сколько? Ну, я так скажу, Кришчану Роналду один, но в целом… Ну, таких, как Кришчану Роналду, он один. Очень мало людей, которые так себя истязают ради карьеры. Ну, профессиональные спортсмены элитного уровня, если они хотят как можно дольше задержаться в своей карьере, по разным причинам. Кто-то любит своё дело, кто-то любит своё дело, которое приносит доход, кто-то ещё по каким-то, но неважно. Чем дольше ты хочешь оставаться профессиональным элитным спортсменом, тем лучше ты должен следить за собой. Кришчану Роналду он мог бы себе позволить всё, что угодно, но он в 22.00 ложится спать с определённой температурой, освещением в доме, за два часа он выключает все гаджеты. У него день расписан на сон, на питание, на прочее. То есть, он мог бы себе позволить уже этого не делать, но он продолжает. Потому что чем дольше ты хочешь оставаться лучшим и на вершине, тем на большие жертвы ты должен идти. А вообще ведь на работоспособности, на то, сколько человек и как может провести свою карьеру, влияет и режим дня, и также, насколько я понимаю, вероисповедание. В одной из ваших работ, если я не ошибаюсь, выведу на такой тезис, что мусульмане реже получают мышечные травмы, так как они совершают намаз. И это своего рода стретчинг. Ну, мы провели такую научную работу с Эдуардом Николаевичем, с авторами, с коллегами. Да, у нас была такая идея. Мы проверили, посмотрели, и действительно получилось так, что футболисты мусульмане, которые выполняют намаз пять раз в день, у них частота мышечных травм мышц группы хамстринг, это мышцы задней поверхности бедра, у них встречается реже. Потому что биомеханика намаза, это как раз и есть стретчинг, те упражнения, которые профилактика травм этих мышц. Молитвы пять раз в день, одна из которых приходится на раннее утро, это же ведь тоже сбивает режим. И может потенциально как-то влиять на форму игрока. Да, это, конечно же, сбивает режим, но если профессиональный спортсмен, он занят в принципе, ну давайте так, грубо, по большому счёту, чем? Собой. Да, то есть он что делает? Ест, тренируется, спит, тренируется, ест. Ну вот, если грубо говоря. Да, то есть если он, например, встал на утреннюю молитву, то он может либо потом доспать, если тренировка вечерняя, например, либо если тренировка утренняя, то мы можем днём компенсировать. Даже рекомендуется, что профессиональный спортсмен, он должен днём досыпать от 30 до 90 минут. Это является одной из стратегий улучшения сна профессиональных спортсменов. Пока мы болтаем, телефон разрывается, пришлось подглянуть в телефон, и выяснилось, что ещё вот одну статью касаемо футболистов-мусульман приняли. Мы оценивали двигательную активность во время месяца Рамадан. Но именно во время матчей. То есть, не в тренировочном процессе, а именно во время матча. Были определённые критерии по матчам, по стадионам, по спортсменам. Они были разделены на две группы. И было показано, что во время матча никоим образом не снижается беговая активность. То есть, это высокоинтенсивный бег никак не снижается. Мы, кстати, с Леонидом Викторовичем попытались подискутировать. Он сказал, что всё это ерунда. Вы псевдоучёные. Я видел миллион раз, что влияет ещё, как влияет. Я говорю, в тренировочном процессе, Ильин Викторович, а вот во время матча? Нет, ничего не знаю. Вы псевдоучёные. Я говорю, ну окей, окей. Будет чиво на вечер. Ну да. Никогда бы, на самом деле, об этом не задумывалось. Но ведь мусульмане, справедливо заметить, реже пьют. А алкоголь тоже очень сильно влияет на наши ткани. Понятно, что алкоголь, конечно, конечно, да. Давайте так скажем, мягко говоря, не показан профессиональным спортсменам. Но в то же время мы понимаем, да, что бывают ситуации, когда, как мы уже сказали, спортсмены, они же, как и доктора, тоже люди. Мусульмане тоже люди. Они тоже, кстати, я сама с ними была. Здесь мы никоим образом не хотим никого обидеть, но в то же время никаких проблем с этим нет. То есть, футболист может выпить бокал, два бокала пива после матча, после игры. В этом нет никаких проблем. Бокал вина можно выпить. Я, как доктор, не вижу никаких противопоказаний к этому. Другой вопрос, что нужно уметь вовремя остановиться и не перейти за эту грань. И второй момент, если ты, конечно, находишься в состоянии травмированном, то категорически нежелательно. Почему? Потому что алкоголь, он снижает выработку эндогенного тестостерона, а это мешает, скажем так, анаболическим процессам, то есть заживлению мышечной ткани, например, в частности. Поэтому травмированному игроку категорически нельзя. Может быть, вы сталкивались с каким-то исследованием, которое показывает, насколько влияют гаджеты, наше время, проведенное перед экраном, на функционирование нашего организма. Ведь футболисты, опять же, как вы сказали, чем они заняты, по большому счету, они заняты собой, и также, естественно, время в телефоне наверняка проводят много. Конечно, конечно. Ну, этих исследований много, все доказано. Именно поэтому, как я уже сказал ранее, почему Криштиану Роналду за два часа до отхода ко сну выключает все свои гаджеты. Потому что уже было проведено исследование, все все доказали, что головной мозг нужно подготовить также к отходу ко сну. Поэтому мы не должны себя перевозбуждать. В Рубине есть какой-нибудь запрет, например, на использование телефонов перед игрой? Ну, лично от меня такого запрета нет. Ну, и насколько мне известно, и от тренерского штаба такого запрета нет. У меня есть запрет. От тренерского штаба мне запрещено пользоваться телефоном во время тренировок. Доктор тоже зависим, бывает. Но если кроме шуток, то я не знаю, что бы у нас такое было, но мы постоянно проводим с ребятами, скажем так, образовательные митинги про питание, про сон, про секс, про курение, про все, что угодно, про алкоголь. И наша задача же рассказать, объяснить, показать, почему. Будет он или не будет делать, это его выбор, его карьера. И в этом его профессионализм. Мне кажется, ты играешь за весьма конкретных, дохлых американских президентов. Поэтому тебе решать, сколько ты будешь их получать. И как ты долго их будешь получать. А это все исходит за то, как профессионально ты будешь выполнять требования к себе. По сону, по восстановлению, по питанию. Никаких проблем, иди в Макдональдс. Моя задача повесить тебе плакат и объяснить, чем ты должен питаться. Почему ты должен пить вот эти витамины, почему ты должен пить вот эти добавки, почему ты должен пить протеин сразу после матча. Вот это моя задача. Но не вырывать у тебя гамбургер. Моя задача сделать так, чтобы ты пришел в столовую, и там было все вкусно, полезно. Ты мог это скушать всегда после тренировки, на завтрак. А доказано ли научно, что вегетарианство негативно влияет на здоровье спортсмена? Ну, я с такими работами не встречался. Может быть, они есть, просто я с ними не встречался. Но я знаю спортсменов, которые спокойно практиковали вегетарианство и добивались больших успехов. Вы даже с ними работали. Правда, они добивались успехов еще до вегетарианства, но? Ну, кстати, если вы имеете в виду Шурли, то я уже отвечал на этот вопрос у ваших коллег. Он был не совсем прям, чтобы вегетарианец. Он не ел мясо обычно, но когда хотел, он ел. Он мог съесть, мог не съесть. Делал это крайне редко, конечно, но он мог питаться. Хеведос, вот он истинный вегетарианец. То есть, я знаю даже, что моим коллегам приходилось использовать соевый протеин, чтобы давать ему после игр, после тренировок. Наверное, это не совсем правильно. На мой взгляд, как врача, профессиональному спортсмену необходимо употреблять в пищу белок, мясо. Понятно, что сейчас в современном мире это можно достигать другими путями, добавками протеина, БЦА и прочими другими. Если твои результаты не падают, если тебя, как спортсмена, все устраивает, никаких проблем. В конце концов, каждый сам ответственный за свою карьеру. Да, за свой результат, за свою карьеру, за свою жизнь, здоровье. Никаких проблем. В 1993 году, во время празднования победы в финале Кубка Лиги, здоровяк Тони Адамс посадил себе на плечи автора победного гола Стива Мороу, но не удержал и уронил того практически с двух метров. Стив упал, сломал руку. Ну и потом, когда его спросили, как ты сломал руку, он ответил, я упал со сла. Так, собственно, у Тони Адамса и появилось это легендарное прозвище. В сегодняшнем конкурсе мы разыграем кроссовки Puma. Чтобы их выиграть, нужно вспомнить самую абсурдную, глупейшую, тупую травму, которую вы вообще когда-либо видели в футболе. И, собственно, нужно написать ее в комментах. И не забывайте поставить хэштег Puma Russia. Именно по нему я буду отслеживать ваши комменты. Удачи! А что вообще может пойти не так при медобследовании? Вот клуб хочет подписать игрока, игрок хочет в этот клуб, и вот он попадает к вам в кабинет. В рамках предконтрактного медосмотра мы проверяем футболиста же по многим параметрам. Многие специалисты его смотрят. Мы делаем, выполняем определенные тесты. Мы выполняем магнитно-резонантное сканирование. То есть, мы смотрим суставы, мы смотрим мышцы, мы смотрим позвоночник. Его смотрят кардиологи, его стоматологи, офтальмологи, неврологи. То есть, много-много специалистов. Это очень большое медобследование. Мы получаем информацию от наших коллег в виде заключений. Если нас что-то интересует, мы пересматриваем сами снимки и уже формируем окончательное заключение. То есть, я как руководитель медицинского штаба клуба даю заключение. Можем мы брать этого игрока? Есть у нас риск травматизма с этим игроком? Есть риск травматизма? Каков процент риска этого травматизма? Чтобы мы могли оценить. Редко когда получается увидеть идеально здорового. Потому что мы уже говорили, это не про здоровье. Мы должны понять, как долго этот футболист сможет приносить пользу нашему клубу, как долго он сможет развиваться как футболист, как он будет это делать с медицинской точки зрения. Я ни в коем образом не претендую на тренерское искусство. Все это сообщается руководству клуба, сообщается тренерскому штабу, и уже они принимают решение. Пока руководство всегда прислушивалось. Я знаю, что иногда где-то не проводится предконтрактное обследование. Мне кажется, это какой-то должен быть совсем любительский уровень, чтобы... Ну, не совсем любительский, но иногда бывает и в профессиональных. Нужно ведь проверять, что ты покупаешь футболиста, это очень дорогой товар. Ну, слушайте, давайте мы будем совсем прям обывательски говорить, то есть, вы прежде чем купить машину, вы же ТО делаете, когда вы берете бэушную машину. Да, вы же ну, класс, все, поехали. Так же, ну, мало кто делает, но делают. Так же и в футболе бывает. Кто-то эмоционально делает покупку, да, то есть, не думая о последствиях. Кто тщательно подходит к этому вопросу, те, конечно, полностью исключают такую возможность. Ну, потому что может случиться все, что угодно, в конце концов, до летального исхода. И надо просто понимать, кто будет нести за это ответственность потом. Да. Да, либо берется игрок, а он раз и травмирован, и не играет, а зарплата идет, за чей счет банкет надо понять. Называется ответственность. Ну, да, 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 да. А когда клуб собирается подписать игрока, у которого есть травма, притом не травма, например, на две недели, а травма какая-то серьезная, как вот, например, была непростая история между Манчестер-Сити и Баварией, когда Бавария собиралась подписать Лерой Санэ, у него внезапно просто шок. Понятно, что он вылетает практически на год. Вот в таких моментах, если клуб все же настроен на подписание, это сильно усложняет работу у Медштаба? Я не знаю, как там было у них, но если, ну, условно, да, то есть руководство говорит, слушайте, мы хотим подписать Лерой Санэ, да, то есть, ну, у него там, не знаю, повреждение Ахилла, да, то есть, как вы думаете там, будет он, не будет играть, ну, я, наверное, скажу врубить, ну, конечно, мы его подписываем, потому что, ну, все же, это Лерой Санэ, да, ну, то есть, ну, починим мы ему Ахилл этот, все зависит от квалификации спортсмена, да, то есть, все зависит от желания руководства, очень много факторов. То есть, нет травмы, которые стоит избегать и которые прям, за которые прям страшно, все можно починить? Есть, но есть травмы, которые стоит избегать, все в определенном возрасте, то есть, ну, наверное, если у футболиста, там в 16 лет было повреждение передней крестообразной связки, ну, он должен быть очень одаренным и прям очень выделяться на фоне там своих там сверстников, своих партнеров. Почему? Потому что, ну, согласно тем исследованиям, которые были сделаны, ну, не добираются они до элитного уровня, да, то есть, ну, если мы будем считать элитный уровень, это уровень национальных команд, ну, нету таких футболистов, ну, по крайней мере, в нашей национальной команде точно нету таких футболистов. Если у вас порвался, там, условно, передний крест в 16 лет, вас прооперировали, то неименуемо у вас через 5 лет разовьется артроз, который не позволит вам держать уровень интенсиво-тренировочного процесса топ-5 команд российской премьер-лиги, а вам всего лишь навсего будет 21 год. Еще через 3 года вы не сможете держать там интенсив первой десятки, и еще через 3 года вы фанел, то есть, надо подумать, это сколько получается? 5 плюс 6 – 11, плюс 16, в 27 лет вы уже все. В общем, недолгая карьера. Да, недолгая, непонятно какая, то есть, может быть, нужно потратить время и вовремя переориентироваться, заняться чем-то другим, то есть, если речь идет о травме, там, 15-16 лет, тяжелой травме. А в вашей карьере бывали случаи, когда вы говорили, дружок, ну, давай завязывай, дальше просто нельзя? Ну, да. Много такого было? Ну, бывали, бывали. Ну, это всегда тяжело, это всегда неприятно, но надо говорить правду спортсмену, как бы это ни звучало, цинично, тяжело, горько, да, понятно, что они все мечтают добиться, они все хотят, они с детства ничего другого не видят, они занимаются только этим, но так случилось, вот конкретно у тебя так случилось, здесь нужно подключиться родители, там, может быть, психологи, да, в этом нет ничего плохого, кстати, хороший, грамотный психолог может помочь очень сильно в этом вопросе молодым спортсменам, как-то переориентироваться в жизни, да, чтобы не было большой травмы потом у молодого спортсмена, психологической прежде всего. Я ошибусь, если предположу, что те ребята, которым вы это говорили, сказали, нет, я буду играть через боль. По-разному было. Вот больше тех, кто все-таки оставался, или тех, кто уходил и понимал, что нужно... Больше тех, кто оставался, но они потом все равно уходили. Неминуемо, да? Когда доктор говорит, что надо уходить, значит, это... Я хочу ошибаться. Я хочу ошибаться, я не последняя инстанция. В этих вопросах я очень хотел бы ошибаться. Но, к сожалению, статистика наука упорная. В чем заключается сверхсила игроков, которые спокойно играют, ну или неспокойно, возможно, через боль, но играют, например, до 40, до 42 лет. Это объясняется генетически или это ряд факторов? Ну, это, конечно, ряд факторов. Генетически, я думаю, один из главных. Плюс большой профессионализм самого спортсмена, да. Если ты генетически одарен, если плюс на все на это ты наложил максимальное профессиональное отношение к самому себе. Во всех аспектах. В тренировочном, в восстановительном, в питании, в медицине, в профилактике, во всем, то, конечно, ты дольше профункционируешь как спортсмен на достаточно высоком уровне. Периодически появляются новости, что какой-то игрок играет с травмой, и при этом его ожидает операция, например, когда закончится сезон или когда начнется перерыв, то сейчас он пока терпит, но потом его ожидает прям серьезная операция. Это вообще норма, что вот такое есть. Просто у меня, опять же, как у человека со стороны, который не понимает всех этих процессов, это вызывает некий шок, что человека ждет операция, он ляжет под скальпель на стол, но сейчас он играет. Ну, так бывает. Насколько часто это бывает? Ну, не часто, но бывает. Бывает. Это решение игрока или это… Это совместные решения всегда. Это ведь большая ответственность. Ну, это большая ответственность, поэтому эта ответственность всегда разделяется. То есть, это решение игрока, ну, в первую очередь, решение доктора, решение главного тренера, решение руководства клуба, то есть, это никогда не бывает так, что вот я решил… То есть, если я понимаю, что с этой травмой можно играть, не знаю, повреждения в кисти, перелом какой-то условный, который нужно оперировать, но с ним можешь играть в футбол? И с носом сломанным можно играть. С носом можно сломанным играть в футбол. Да, то есть, ну, есть, конечно, ситуация, когда нельзя играть в футбол. Имеете ли вы право вообще на запрет футболисту, если он говорит, нет, я все равно пойду в важный матч? Конечно. Ну, здесь тоже надо смотреть по ситуации. Я вот вам… Не знаю, можно или нельзя это говорить. Ну, наверное, уже можно, потому что этот футболист уже закончил свою профессиональную карьеру. Это очень выдающийся наш российский футболист. Мы не сообщили ему о травме. Но мы знали, что у него травма и что его нужно оперировать. Но он сыграл еще два матча в конце чемпионата и забил решающий гол в последнем. И это очень помогло нашей команде. И потом, когда мы ему сказали, он сказал, вы не знали? Выдыхали, сказали, знали. И то есть, вы знали и дурили мне голову. Я, конечно, немножко опасался его реакции. Но она была такая по-мужски очень достойная. Сказал, ну, в следующий раз, если что надо будет, скажите. Риск всегда должен быть. То есть, если ты не рискуешь, ну, так, как сказал мистер Капелла однажды, мне нужен доктор, который рискует. Сделать МРТ, отправить футболиста на МРТ, прочитать заключение радиолога и сказать, там, три недели, так и я могу, мне доктор не нужен. Надо рисковать. Но риск всегда должен быть умный. Ты должен понимать, каков процент риска, чем это может обернуться. Поэтому бывает по-разному. Бывает, когда говоришь нет. Футболист говорит, я хочу, я могу. Бывает так, что тренер может сказать, мне надо, я говорю, нет. А вы сталкивались с обманом со стороны футболистов, когда они говорили, нет, не болит, всё нормально? Да. И в ту и в другую сторону. И сталкивались, когда говорили, не болит, а там болит. И сталкивались, когда говорили, болит, а там не болит. Но мы же можем это проверить. Да. То есть, мы же не, сейчас никто так не действует, болит, не болит. Ну, зачем мне спрашивать, тебя болит или не болит? Всё, пойди, сделай вот это, вот это, вот это. А я постою, посмотрю, как ты это сделаешь. Всё, если ты делаешь спокойно, вот это, вот это, вот это, с нужным мне количеством подходов, с нужным количеством амплитуды, с чистотой, интенсивностью и прочее, всё, мне даже неинтересно, болит у тебя или не болит. Ты это делаешь, значит, иди играй в футбол. Да, но если у тебя будет болеть, то ты не сможешь это сделать чисто физически. То есть, ну, они придуманы таким образом, эти тесты, что ты не обманешь. Поэтому можешь говорить всё, что угодно, но если ты этого не можешь сделать, ты не пойдёшь играть в футбол. Когда в России и в российской медицине спортивной вообще началась вот эта осознанность? Ведь очень много историй, например, про 90-е, про начало 2000-х, когда игрок действительно выходил в состоянии практически калеки на поле и играл. И никто его не жалел, и он себя не жалел. Вот я вспоминаю Валерий Кеченов, он же играл с порванными крестами, если я не ошибаюсь, на протяжении нескольких лет. Просто порваны кресты у человека. Ну, играл же. Ну вот да, я не понимаю, как. Сейчас просто если кресты, то это вот и всё. Ты вылетел надолго, а тут... Ну, почему надолго? Ну, Андрей Ещенко за 3,5 месяца восстановился. Кто-то за 12, за 9, за 6, за 2, за 3. То есть за 2 нонсенс, но за 2,5, за 3. Есть и такие примеры. Кеченов на тот момент, в силу, опять же, тех или иных причин, может быть, он там был недостаточно осведомлён, может быть, ему доктор не сказал, я просто не знаю. То есть я не владею информацией конкретно в этом вопросе. Но можно. Александр Чеверетенников мне недавно рассказывал историю, от которой у меня чуть слёзы из глаз не пошли. Он сказал, получил травму, ногу до такого вот состояния раздуло, еле мог ходить, ему что-то там вкололи. Говорят, надо ехать в сборную. Он такой, ну ладно, поеду. И вот с этим вот ногой-бревном он играл. Ну, подождите, но он же мог сказать, нет, не поеду. А я был свидетелем ситуации, когда мы с Василием Владимировичем Березуцкого во время чемпионата Европы срезали бутсу. Он не мог её снять, потому что у него нога была на четыре размера больше другой. И он сказал, я буду играть в следующем матче. Просто дайте бутсу побольше. Ну, там, не знаю, что это. Вы врачи, вы решите, как вы наденете на меня эту бутсу. У меня через три дня матч. Всё, вопрос закрыт. Я буду играть. Взял на себя ответственность? Ну, да. Но, видимо, вы понимали, что всё-таки даже с такой ногой он может и будет полезен. Ну, значит, так же думали и про Кеченова, и про Веретенникова. Если им предложили, и он на это согласился, ну, значит, они тоже понимали. Значит, это уровень мотивации, уровень желания, уровень, не знаю, там, самоотверженности, там, болевого порога, там, ну, всё, что угодно. Игорь Акинфеев играет через боль годами. Это, наверное, ни для кого не секрет. Как человек, который с ним довольно долго работал, скажите, вот, чисто эмоционально это вообще насколько тяжело и больно понимать, что каждую тренировку тебе будет очень больно, каждую игру тебе будет очень больно. Игорь, если я не ошибаюсь, не делает на тренировках некоторые элементы, которые, ну, так скажем, вызывают у него особую боль. Но в процессе игры он не может от этого отказаться. Он обязан. Ну, Игорь Владимирович, он профессионал величайшего уровня. Никто же не видит, как это всё даётся и происходит. То есть, он приезжает за много часов раньше до начала тренировки. Он тренируется и делает свои упражнения, связанные с профилактикой, индивидуально. Потом он присоединяется и делает определённую работу с командой в зале. Потом он выходит на поле. Да. Ну, когда я был в медицинском штабе футбольного клуба ЦСКА, у него был подобран определённый уровень тренировочного процесса, определённый режим восстановительных мероприятий. И Игорь Владимирович очень педантично всему этому следовал. Независимо от того, есть у него настроение, нет у него настроения, времени года, желания, нежелания. То есть, он всё это делал. Поэтому он очень сделал много для того, чтобы продлить себя в карьере. И для того, чтобы радовать нас уже не как врача, а как болельщиков, как обывателей своей игрой. Поэтому дай Бог ему здоровья, он большой-большой молодец. И я всегда говорил, Игорь Владимирович, вы можете служить примером для нашего молодого, подрастающего поколения, которые проходят через эти сложные периоды травматизма. За модным, красивым, нарядным, за славой, успехом карьерский тяжёлый-тяжёлый труд. Насколько сильно отличается работа врача в клубе, который играет с трёх дней на четыре, с двух дней на три, от клуба, который играет, так скажем, по стандартному расписанию раз в неделю. Ну, конечно, отличается, да, отличается. Я был в команде, в клубе, который играл тоже через три на четвёртый, то есть я был и в Лиге Чемпионов, и Лиге Европы, и даже, по-моему, до одной четвёртой мы доходили с ЦСКА. Бывает по-разному, но если ты в недельном цикле, конечно, тебе легче. У тебя есть, по крайней мере, время на осознание ситуации, на постановку диагноза, на принятие решения, на лечебные мероприятия. В этом плане, конечно, проще, потому что у национальной команды, у неё, как правило, больше коротких сборов, да, какой-то длинный сбор, он всегда в преддверии какого-то большого турнира. Там, да, ты в течение трёх-четырёх недель ты находишься на сборах, у тебя есть время также на принятие каких-то решений, проведение каких-то лечебных мероприятий, но вот в эти короткие сборы, да, всё очень быстро, динамично. Когда команда играет очень часто, например, каждые четыре дня, и у игроков становится критически мало времени на восстановление, на элементарный какой-то отдых, это, опять же, влияет на количество травм, в первую очередь мышечных? Да, да, влияет. Вы со своей стороны вместе с физиотерапевтами предпринимаете, наверняка, какие-то меры, разрабатываете планы по отдыху, по питанию, наверняка. Ну, да, есть определенные алгоритмы восстановительных мероприятий, которые также четко, педантично выполняются, медицинский штаб следит за тем, чтобы это выполнялось, да, в полной коммуникации также с тренером по физподготовке, с главным тренером обсуждаются уровень интенсивности тренировочного процесса, да, где-то мы можем дать на один день больше восстановить этих мероприятий, где-то мы персонализированно подходим к игрокам, то есть мы даже можем убрать игрока из группы восстановительной тренировки, потратить больше времени на физиотерапевтические процедуры, да, дать на день больше восстановления. Большой тяжелый процесс, который занимает тоже много нашего времени. Почему иногда после открытого перелома игрок восстанавливается быстрее, чем после, например, разрыва связок? Просто логически обывателю вроде меня тяжело это принять. Вот я, например, вижу, человек сломал ногу, у него нога вот просто домиком стоит в месте, где должна быть прямой. А потом игрок просто идет на ровном месте, раз что-то потянул, дернуло, и его нет целый год. Потому что связки, они же, как правило, находятся там, где у нас есть суставы, да, ну, то есть, ну, посреди там трубчатой кости там же нет связки. Да, то есть связка, она же что-то связывает с чем-то, да, то есть как минимум две кости, да, значит, это как минимум там, ну, какой-то сустав, наверное, да. И когда связки тренируются, значит, вся эта биомеханическая структура, она работает неправильно, да, возникает нагрузка на другие образования, там, на мышцы, на другие, на другие связки, на суставные поверхности, на те же костные структуры. Поэтому вот чисто биомеханический, патофизиологический, это немножко сложнее, чем просто перелом. Ну, случился перелом, но ничего страшного, поставили пластину, соперировали, через три недели иди занимайся, чем ты там занимался. А как вы определяете кресты в полевых условиях? Ну, есть определенные тесты, есть полевые тесты, которые с высокой долей вероятности позволяют это сделать. Потом, сейчас же 21 век на дворе, да, то есть у нас есть видеозаписи всего и вся. Да, поэтому тут же смотрится, то есть диагноз можно поставить по видео. Все мы видим, смотрим, и уже с вероятностью 80% мы можем предполагать ту или иную травму. И нам просто потом во время осмотра, во время клинических тестов, во время дополнительных методов исследования мы просто убеждаемся, подтверждаем, ставим степень повреждения. То есть мы уже уточняем тот диагноз, который у нас есть. А склонность к рецидивам, это что, это генетика или это, возможно, является причиной характера первоначальной травмы? Все сугубо индивидуально. Есть, конечно, определенная статистика по травмам, например, условно, мышечной травмы. Независимо от методов лечения, независимо от сроков лечения, мышечная травма имеет право от 12 до 25% рецидива. То есть это говорит о чем, что каждый четвертый, условно, каждый пятый, возьмем в среднем, каждый пятый футболист имеет право получить рецидив. Независимо от того, где он лечился, в клубе, в лучшей клинике мира, у лучших врачей, самые современные методы. Ну, то есть это так. Да, плюс, на мой взгляд, спорт сегодня стал гораздо интенсивнее, гораздо быстрее, сильнее, мощнее. Получается, больше травм становится. Ну, на мой взгляд, да. В одном из ваших интервью я заметила, как искренне и с какой гордостью вы рассказываете о том, что Рустам Федорович одобрил бюджет на медицинскую литературу. И при этом вы сказали, ну, там на один журнал стоит подписка 400 долларов, на другой, предположим, 2000. Это же в контексте бюджета футбольного клуба не то, чтобы мало, это вообще ничто. Да, но бюджеты у футбольных клубов бывают разные. На что можно купить вообще что-либо для футбольного клуба, играющего в РПЛ, на, например, 3000 долларов? Мне кажется, немного, чтобы получить. Ну, оборудование какого-то можно купить. Так ведь вложение в медицину, это, мне кажется, не менее важно, чем оборудование. Это то же самое, что, например, люди ходят и думают, вот у меня визуально улыбкая красивая, ну и что, то, что там кариес, никто же его не видит, это то же самое. Ну, вы верно рассуждаете, но не все так же думают, как вы. То есть, не все руководители, к сожалению, думают так, как вы. Рустам Федаевич очень грамотный, очень мудрый руководитель, он с пониманием относится ко всем нашим просьбам, предложениям, особенно, что касается развития. Он один из немногих руководителей, кто очень вдумчив в этом вопросе. Давайте поговорим о иерархии. Как я понимаю, в некоторых клубах это все-таки индивидуальная история, и где-то тренеры по физподготовке существуют обособленно от медицинского штаба, где-то, ну, при этом работает сообща, где-то они вместе. В Рубине, насколько я понимаю, вы существуете отдельно, но, опять же, работаете вместе. Ну, мы все работаем вместе в одном клубе, в одной команде, мы ежедневно все вместе. Мы обсуждаем какие-то общие вопросы. Я, как доктор, присутствую на некоторых тренерских собраниях, совместные собрания с главным тренером, с тренерским штабом. Тренер по физподготовке у нас есть Хави, он присутствует на наших медицинских собраниях, которые у нас также проходят каждый день. То есть, это было и мое пожелание, и пожелание тренерского штаба, потому что какие-то вещи мы можем более быстро, более детально обсудить. В конце концов, это пойдет на пользу нашей команде. Здесь не нужно кто лучше, кто главнее, кто, если мы каждый из нас и сообщаем, можем сделать нашу команду лучше, значит, надо это делать и надо это использовать. Другой вопрос, что условно, я как доктор, я, может быть, немножко разбираюсь в каких-то вещах, что касается тренировки физического состояния спортсменов, но я не лезу в это, потому что есть тренер по физподготовке, так же, как и Хави, он по своей первой специальности и рудзанятию когда-то был физиотерапевтом, и он, может быть, тоже немножко понимает в каких-то вопросах реабилитации, что касается упражнений, занятий на поле, но в сроках реабилитации, но он тоже в это не лезет. Почему? Потому что это определяет доктор. но мы сотрудничаем очень плотно, очень тесно для достижения нашей команды поставленных задач, целей. Когда Олег Яровинский сюда приходил, он рассказывал, что в тренерском штабе и, в принципе, и с селекционным отделом часто возникают какие-то огромные споры, разговоры на повышенных тонах, чуть ли там не до криков доходит дело, и при этом он подчеркнул, что все это идет на благо, поскольку все выражают свое мнение и через споры люди понимают, что да, возможно, я должен рассмотреть чужую точку зрения. Вообще, медицина – это что-то более про науку и про факты. То есть, тут, мне кажется, место мнению нужно уделять меньше, но тем не менее человеческий фактор никто не отменял. У вас тоже возникают некоторые споры? Ну, да. И это нормальный процесс? Это нормальный рабочий процесс. Почему? Потому что, ну, хоть я и сказал ранее, мнение каждого из нас – это самый низший уровень доказательной медицины, наш личный опыт. Но, тем не менее, каждый из нас имеет право на свой личный опыт, и без этого тоже невозможно. Поэтому на наших медицинских собраниях каждый имеет право, это моя четкая позиция, каждый имеет право высказаться. Массажист, физиотерапевт, врач. Понятно, что есть определенная иерархия, понятно, что каждый может высказаться в силу своей квалификации, в силу своих знаний, но высказаться может каждый. Окончательное решение буду все равно принимать я, как руководитель медицинского штаба, но я же тоже могу заблуждаться, я не могу разбираться во всем одинаково хорошо. Поэтому для меня важно слушать мнение моих коллег. Вы 7 лет проработали в сборной России. В августе вы вместе с Эдуардом Безугловым ее покинули и по данным собственно журналистов там был некий конфликт либо недопонимание с физиотерапевтами, которые пришли с Валерием Карпиным. Это так? Лично у меня не было никакого недопонимания с физиотерапевтами, потому что, чтобы было недопонимание, нужно сначала вступить в контакт. Не было даже контакта? Ну, лично у меня контакта не было и с физиотерапевтами. У меня не было с ними недопонимания. Так же, как и контакта с физиотерапевтами. случилось? Ну, случилось то, что я принял самостоятельное осознанное решение, что, наверное, я хочу закончить свою трудовую деятельность в национальной команде, потому что, ну, действительно, это были 7 лет. Это было два чемпионата мира, два чемпионата Европы, Кубок конфедерации. Это было 5 больших турниров с подготовительными промежуточными сборами, циклами. Это было тяжело физически, тяжело психологически. Ну, и, наверное, я просто устал. Если быть максимально честным, последний чемпионат Европы дался мне очень тяжело психологически. В одном из интервью вы говорили, что у вас не было отпуска много лет. Да, очень много лет, и я вот, когда уже принял это осознанное решение, ну, если быть максимально честным, я, наверное, уже после чемпионата Европы принял это решение, что я в любом случае уйду. Да, просто когда случился перемена тренерского штаба, я, наверное, не мог подвести своего друга, коллегу, Эдуарда, Николаевича, я сказал, окей, ну, на сентябрьский сбор я, наверное, съезжу. Но потом я понял, что, ну, не нужно этого делать, просто если ты принял решение, нужно сделать вот так, потому что дальше будет больше и будет тяжелее, наверное, и уйти, и надо просто поставить точку, и все. Выходит, все эти новости про то, что было недопонимание у вас с Эдуардом, с новопришедшими, это все вымысел, там нет ни доли правды. Ну, у меня не было никакого недопонимания, но из тех вещей, что мне удавалось услышать, я понял, что у нас немножко разнятся взгляды на медицину, у нас немножко разнятся взгляды на взаимоотношения и логистику, и поэтому, чтобы не было никаких конфликтов, я принял для себя такое решение. Взаимоотношения, это опять же про структуру и иерархию? Ну, не про структуру и иерархию, а про сами механизмы взаимодействия. А что вы под этим подразумеваете? Ну, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, да, то есть тренер тренировать, врач лечить, вот, вот как бы и все. Работа врача, это, мне кажется, целиком и полностью про жертвы. Возможно, этот вопрос прозвучит несколько интимно, но насколько вашей семье тяжело было все эти годы, то, что вы находитесь и в сборной, и в клубе, что нет отпусков, что очень мало времени? Ну, у меня безумно, безумно потрясающая супруга, которая с пониманием ко всему этому относится, она пытается создать максимально комфортные условия, чтобы я не задумывался о бытовых условиях, а занимался только работой медициной. было безумно тяжело семье, детям, когда сейчас в сентябре я не поехал на сбор, сборная и повел детей в школу, оказывается, что у меня старшая дочка в седьмой класс уже идет. Когда я пришел, я не мог понять, в какой класс мы идем, она говорит, уже в седьмой, папа, я поймался на мысли, что я ни разу не отводил детей первой, потому что время выпадало как раз на первосентябрьский сбор, на сборную. Надо отдать должность семье, а не с пониманием. Супруга в первую очередь безумно благодарен тебе. Это очень трогательно, мне кажется, каждая женщина, которая находится вдалеке от всего любящего человека в таких обстоятельствах, она хочет чувствовать вот такую поддержку. Я стараюсь отвечать за имность. Ранее вы работали и в ЦСКА, и в Спартаке. Скажите, где вам было наиболее комфортно работать? С точки зрения того, насколько руководство шло навстречу вашим запросам, насколько в целом атмосфера и взаимопонимание внутри коллектива было? Ну, это немножко, прошу прощения, немножко некорректный вопрос с той стороны. Почему? Потому что в ЦСКА я не был главным доктором. То есть, в ЦСКА я был... А это многое решает. Ну, конечно, да. Когда ты определяешь, как будет развиваться медицина в этом клубе, ты, конечно, больше взаимодействуешь с руководством, больше общаешься. Когда ты не главный доктор, да, то к тебе могут прислушиваться, но концепцию развития определяет все же руководитель департамента. поэтому немножко неправильно сопоставлять. Что касается человеческих взаимоотношений, ну, они у меня были хорошие, с определенными людьми в ЦСКА, и они продолжают оставаться хорошими. Вот мы сейчас, не знаю, играли рубин ЦСКА, но я с удовольствием встретился, например, с переводчиком Максимом Головлевым. В Спартаке я также сохранил хорошие, теплые, дружеские отношения тоже с кем-то с ребятами, с начальником команды Василием Владимировичем Козловцев. Приятнейший человек, порядочный человек, что немаловажно по нынешним временам. Поэтому мы с ним тоже постоянно в контакте, на связи. Медицинский штаб в Спартаке, но там остались врачи, с которыми по сути, которых я взял, либо которых удалось сохранить. Сейчас работает действующий боеспособный коллектив, поэтому мы тоже с ними общаемся, всегда на связи, в хороших взаимоотношениях. С футболистами, да, то есть что с ЦСКА, что с Спартаке, я тоже могу списаться, пообщаться. Это нормально. Решающим фактором при переходе в рубин для Вас стало предложение Леонида Викторовича, с которым Вы уже до этого работали, с которым у Вас, судя по всему, очень хорошие доверительные отношения. Были ли еще причины захотеть покинуть Спартак? Ну, таких конкретно, каких-то откровенных не было. А Шамиль Газизов каким именно образом пытался вас удержать? Шамиль Камиль проработал буквально, по-моему, три недели. Решение я принимал, обсуждал, вернее, до его прихода, да, и когда он пришел, я для себя в голове это решение уже принял. Шамиль пришлось просто зафиксировать заявление в секретариате, поставить дату, отработать пару недель, отсчитать 14 дней, оставить ключ от служебного автомобиля своему секретарю и прям с клуба уехать в аэропорт. Киношно, но так и было. Ну, потому что надо было честно доработать свои дни, а так как уже чемпионат начался, это же был чемпионат после локдауна, чемпионата. Там был короткий перерыв и все очень быстро, то есть я даже, по-моему, один тур я отыграл в «Спартаке». Вот у меня даже есть, по-моему, серебряная медаль. Светленин Тикторовичем обсуждали, что вроде там по положениям это неправильно, так надо, кто у футболистов 50% матчей. Ну, еще бы он сказал, что это правильно. Да, но вот Василий Владимирович, опять же, Козловцев, начальник команды, «Спартак», он сказал, что, учитывая, сколько всего было сделано не только в этот сезон серебряный, но и до, хотя результаты были не очень, но тем не менее, с точки зрения работы медицинского штаба, мне кажется, это заслужено. спасибо огромное отказываться отказываться не буду. Назовите три главные проблемы спортивной медицины в России. Ну, я думаю, что, наверное, одна из проблем молодости этой специальности в нашей стране в том виде, в котором она сейчас есть, потому что, если посмотреть, то в Советском Союзе тоже, как таковых кафедр спортивной медицины, наверное, не было, вот как это было у наших зарубежных коллег в таком виде, с такой широтой полнотой знаний и учебного процесса у нас этого не было. Поэтому, наверное, нам, конечно, не хватает знаний. Второй проблемой, вот, лично мне, например, повезло, да, что вот у меня есть Рустам Федаевич, который с пониманием ко всему относится, да, который готов обучать своих сотрудников, который готов в это вкладываться, который готов развивать это у себя на месте. Но немного таких руководителей, которые к этому с пониманием относятся и готовы отпускать своих сотрудников, да. Да, сейчас случилась пандемия, сейчас много у нас закрутилось, завертелось в формате онлайн, и мы можем себе позволить, да, обучаться в онлайн форматах. А раньше же, ну, попробуйте, да, не знаю, с какой-нибудь периферийного клуба, куда-то там уехать, там, если ты один доктор, ну, ни тренеры, ни руководители этого не позволяли. Ну, и потом одна из проблем, мы не то, что отстаем от своих коллег и партнеров зарубежных, мы идем в другом направлении и думаем, что отстаем. Но мало кто, я хочу ошибаться, заблуждаться, но из того, что я видел, да, мало кто читает там англоязычную литературу. А если ты не читаешь на английском языке, ты опаздываешь навсегда. А у нас вот мы как-то хотим вот, может быть, не хотим, может быть, так получается, что мы варимся в своем вот этом котле. Да, конечно, сейчас появляются специалисты, там, условно, не знаю, не напрашиваясь на комплимент, как я, как Эдуард Николаевич, да, который, в принципе, перевернулся с ног на голову, и мы хоть стали как-то зашевелились, забурлили и стали смотреть хоть по сторонам, где, что, как это все происходит в мире, и хоть стали понимать, о чем идет речь, и пытаться, хватать, смотреть, впитывать, действовать, как у них. Да, они говорят, что у нас свои методы. Ну, классно, да, у нас может быть и свои методы, но, как показывает практика, все уже давно-давно придумано. Если ты будешь делать так, как написано нашими коллегами, партнерами, то это же работает, потому что они же потратили на это миллионы долларов и сказали, что надо делать так. Ну, вот я думаю, что вот эти причины. Ну, наверное, что она, наверное, не такая уж и престижная, может быть, на сегодняшний день это специальная спортивная медицина, потому что действительно таких мест, где у тебя хорошие условия финансовые, их не так много, да, потому что, ну, да, наверное, футбол, хоккей, там, какие еще виды спорта, да, ну, все остальные федерации, наверное, не могут позволить себе высокооплачиваемых специалистов. Это всяко лучше, чем зарплата в региональной больнице. Да, но окей, если мы говорим в таком контексте, ну, как доктору с региональной больницы, то есть, куда, ну, то есть, не знаю, там, никого не хочу обидеть, там, город М, 5000 километров от Москвы, он хочет стать спортивным врачом, ну, то есть, спортивным где? То есть, в какой-то команде вот города М за 5000 километров, ну, да, класс, ну, то есть, первенство чего? Первенство кого? то есть, какая зарплата будет? Да, то есть, ну, наверное, доктор подумает, подумает и выберет немножко что-то другое, но более традиционное. Да, вопрос развития, мне кажется, в плане спортивной медицины в России очень остро стоит, в конце концов, если я не ошибаюсь, вы с Эдуардом первые, кто начал публиковаться на английском языке вообще в этой области. Ну, мы не первые, но вот в современной, в современной, в современной России, да, бывший главный врач Академии Спартак Размик Равенович Кищан, да, он еще в 80-е годы публиковался. Ничего себе. Ну, вот сейчас, да, такой, Эдуард Николаевич, конечно, как-то мейнстрим это называется, да, когда впереди планеты всей, ну, вот, да. Ну, он, конечно, задает нам тон, мы все стараемся, я больше стараюсь не мешать, вот, наши коллеги, наши ординаторы, которые у нас, коньяки работают, они стараются помогать, вот, ну, да, да, да. Михаил, спасибо вам большое за то, что вы пришли, была очень рада с вами пообщаться. Не за что, спасибо, взаимно, мне было очень приятно. Удачи вам и Рубину. Спасибо, спасибо вам также, удачи, спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин